Например, рассмотрим, чтобы было понятно, чего я хочу сказать. Вот есть случайная величина, равная росту школьника. Да? И сидит пять школьников. Но вполне может так случиться, что у некоторых двух школьников одинаковый рост. Может же такое случиться? Да. Ну и с весом, вообще говоря, такое может случиться вполне, что он одинаковый. То есть вот среди этих чисел х от омега и т, среди значений случайной величины, которые она принимает, когда в нее в качестве аргумента, как говорят, подставляется один из элементарных исходов, среди вот этих значений могут быть совпадающие. Это понятно, да? Да. То есть вообще говоря, есть, давайте напишем какое-то число k, различных значений среди вот этих вот n. То есть вот мы смотрим, х от омега-1. Это, допустим, там 70 кг. Х от омега-2. Ну это, предположим, тоже 70 кг. А вот х от омега-3, это уже 54. Вообще, я, конечно, довольно толстых школьников тут представил. Больше на себя ориентировался. Ну, я 90 вижу. Ну и так далее. Так вот, это число k, это число различных чисел, вот в этом множестве. 70 это первое число уникальное. Вот тут нет никакой уникальности, это то же самое 70. 54 это второе. И вот мы перечисляем все разные числа в этом множестве, и их количество обозначаем k. В зависимости от того, как была задана функция x, конечно, k может быть разным. Можно оказаться, что k равняется просто n. Но все леса разные. Может же такое быть. Может быть, что k равняется 1. Так, что все одинаково. Да. В очередной раз напоминаем, что, вообще говоря, константа, то есть постоянная функция, это тоже функция. Функция, которая на данном множестве принимает только одно значение, это тоже функция. Ну, так случилось, у всех одинаковый вес. Вот, всех кормили одинаково. Получилось, что всюду 70. Такое может быть, да. Такая случайная величина называется константой. Числом просто. Но это тоже случайная величина. Хотя, вроде, ничего особенно случайного в ней нет. Вот давайте вот эти вот различные уникальные значения, которые она принимает. 70, 54 и так далее. В общем случае обозначим y1, y2 и так далее, yk. Так, мы договорились считать, что среди вот этих n чисел k уникальных разных, да? И вот эти самые k уникальных разных чисел мы обозначили, или 1, или 2, или k. Я хочу в терминах вот этих вот чисел переписать определение математического ожидания. А именно, смотрите, вот еще раз. Давайте просто сгруппируем, вынесем за стопку. Те слагаемые, которые находятся при одинаковом сомножителе. Вот среди этих x от омега и иных есть несколько y первых. Вот давайте от y первых вынесем за стопку просто. Равняемся. Давайте прямо так напишем. y1 умножить на... Вот спрашивается, на что надо умножить y1? Сумма каких слагаемых получится внутри скобок, если мы выносим за стопку вот это уникальное значение y1? Ну, сумма каких-то поитов, естественно, получается. Правда ли? Получается сумма каких-то поитов. Но каких? Ну, те, которые являются y1. То есть сумма таких поитов, для которых значение x в точке омега и иных равняется y1. Вот так вот, наверное, грамотно сказать, да? Так, ну давайте я прямо словами напишу сумма, потому что иначе будет слишком абстрактно. Это сумма тех поитов, для которых x от омега и иных равняется y1. Ну, вот это, наверное, понятно, да? Так, ну и давайте дальше так же писать. Плюс y2 умножить на сумма тех поитов, тех поитов, для которых x от омега и иных равняется y2, плюс и так далее, плюс y ка помножить, ну, черт возьми, давайте я напишу вот так. Ну, повторяется же все то же самое. Сумма тех поитов, для которых x от омега и иных равняется y ка. То есть вот этой такой черточкой я обозначил все то же самое и различие только в самом конце. Вот здесь y1, y2, а здесь y ка. Так никого вот это вот не смущает, нет? Давайте на самом деле эту сумму, каждую из этих сумм, которая стоит здесь в скобочках, естественным образом обозначим. Вот смотрите, что такое сумма вероятности? Ведь поит — это вероятность, да? Сумма вероятности того, что x принимает значение y ка. Значит, мы суммируем те элементарные исходы, для которых x равняется y ка. Ну, что-то будет вероятность того, что омега и и... Что x, да? Да, что x это омега и и и равна y ка. Только не x, а... ну да, то есть давайте так. Сейчас вот здесь вот я это напишу правильно совершенно, да? Чуть-чуть я корректности наведу. Ну, насказано. Значит, давайте вот так. Равно, равно y ка один. А вот здесь это действительно вероятность, вот эта вот сумма, которая здесь написана, это вероятность того, что случайная величина x принят значение y ка один. Ну, строго говоря, надо писать, конечно, вот так. Это вероятность множества тех омега и и так, для которых x от омега и и равняется y ка один. Потому что вероятность всегда вычисляется от какого-то события. А события — это множество элементарных исходов. События — это всегда множество элементарных исходов, которые ему благоприятны. Поэтому я здесь аккуратно написал множество тех элементарных исходов, на которых их принимает значение y ка один. Вот. Сложить все такие вероятности — это всё равно, чтобы посчитать вероятность события, состоящего из этих элементарных исходов. Это абсолютно стандартно, правда? Тогда у нас в классическом случае было выбрали просто количество тех элементарных исходов, которые благоприятствуют, и делили на общее количество всех элементарных исходов. Ну, а здесь надо просумнировать вероятность. Вот. Но для краткости я потом напишу. Мы будем это обозначать совсем коротко, и смысл будет тот же самый. Давайте я сначала напишу вот так, плюс и так далее. Плюс y ка на вероятность множества тех амергийтов, на которых x принимает значение y ка. Вот такая вот штука. И теперь я могу спокойно спереди то, что у меня снизу написано, что я его переписал. И просто ввести более короткие обозначения y1 на вероятность того, что x равняется y1, плюс и так далее, плюс y ка на вероятность того, что x равняется y ка. То есть вот это вот, это короткие обозначения для тех событий, которые были написаны в длинных фигурных скобочках. Но суть именно такая, да. Мы считаем вероятность того, что случайная величина x принимает значение y1. Мы считаем вероятность того, что случайная величина x принимает значение y ка. Вот мы так ее и считаем. Это просто другое обозначение того же самого. Или еще можно вот так переписать с помощью значка суммирования, чтобы было совсем уже коротко, без всяких многоточий. У нас получится сумма по i от 1 до k, y и t на вероятность того, что x равняется y к t. Вот по-другому переписали формулу для математического ожидания. И это будет тоже удобно в некоторых моментах.